Я ожидаю, что в конкурсе будут принимать участие молодые образованные художники, те, которые задаются вопросами, что такое современность. Художнику нужно, по сути дела, находиться с одной стороны, помещать себя в довольно длительную историю искусства, которая нивелирует понятие времени, а с другой стороны, наша современность требует от художника технологической адекватности. Вот как совместить эти разные координаты и нахождение в этих координатах, это, пожалуй, самый большой вызов для участников проекта «Взлёт». Павильон «Космос» надо учитывать исторический контекст, в котором был выстроен этот павильон. Это такой антропоцентрический жест человека, который покоряет весь окружающий мир. Здесь очень важно, как художник впишется в этот контекст, какие нарративы, какие повествования сам художник выстроит посредством своей работы. Я всегда обращаю внимание на идею проекта. Поэтому самое главное, как будет сформулирована идея. Вторая очень важная вещь – это техническое описание. То, насколько художник чётко представляет себе, как будет реализован этот проект. Общее описание, философские размышления в данном случае не так важны для заявки. Очень важна идея и очень важна максимально прописанная техническая часть. Любое участие в такого рода проекте – это в первую очередь помещение в институциональную сетку отношений. А второе, не менее важное, а может быть даже и более важная история – это то, что художнику предоставляется возможность реализовать какие-то собственные задумки. Это могут быть и философские метафоры, и размышления, и технические, инновационные какие-то изыскания. В этом смысле самореализация – одна из важнейших вещей, которую предлагает, на мой взгляд, проект «Взлёт». В качестве напутствия молодым художникам, которые примут участие в этом конкурсе, я бы сказал следующее. Перефразируя известные высказывания ситуационистов, можно сказать, быть художником – это делать противоположное. Не то, что ожидает публика, куратор от художника, а то, что в зависимости от предлагаемых условий художник сам пытается сказать, и то, как он это будет делать неожиданным образом, быть и делать противоположное, мне кажется, это одно из свойств современного художника.